В Кирове 13.06, да, это программа «Особое мнение», предновогоднее «Особое мнение», которое будет сегодня высказывать юрист Ян Чеботарёв, Ян Евгеньевич. Добрый день. Добрый день. Кстати, если говорить об особом мнении как программе, то, получается, в следующий раз эта передача будет выходить уже в новом 2017 году. Вот мы сегодня завершаем цикл программ в 2016. Напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте Кирова.ру есть аудио- и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, вы можете задать вопрос гостю особого мнения с помощью специальной формы. Есть список вопросов, которые я подготовил, Ян Евгеньевич, и они так или иначе будут касаться права, законности, закона, как обстояли с этим дела, выходящим в 2016 году. Но в первую очередь хочу поздравить Яна Евгеньевича с тем, что он в очередной раз оказался в рейтинге «Люди года» газеты «Бизнес-новости» в Кирове по номинации «Юрист года». Вы в этом году на втором месте. Да, спасибо. Поздравляю. Спасибо. Были годы, когда и первую строчку занимали. Были годы, когда и не занимали вообще. И девятый, и любое-любое. Я рад любому, на самом деле, месту подобного рода рейтинги. И причем... Я читал вашу заметку в Фейсбуке, да, вы так искренне высказались. Ну, это правда, меня откровенно радует, что люди, которые голосуют за меня, наверняка, безусловно, выражают свое собственное мнение. И в том числе авансируют меня своим доверием. Мне это откровенно льстит, безусловно. Я не хочу сказать, что я самый умный, самый лучший юрист Кирова, Кировской области и так далее. Просто люди, которые голосуют за, наверняка чего-то ждут от меня. Более двухсот экспертов, как нам пояснил главный редактор бизнеса Новости Кирова. Раньше лучше было. Да. Ну, в следующем году рейтинг, по словам главного редактора, будет каким-то образом меняться, модернизироваться, потому что, ну, не слишком корректно, когда номинация юрист года, там, судья присутствует. Судьи тоже юристы, причем обязательно. Следователи и так далее. Ну, безусловно, по образованию всей, по призванию юристов. Хорошо. Хочу начать со следующей темы. На решение было объявлено Кировским областным судом накануне. Я имею в виду организацию преступного сообщества, так называемые Прокоповские. Накануне областной суд вынес приговор Михаилу Прокопьеву по статье Организации преступного сообщества, банды, совершение убийства более двух лиц, организованной группой, покушение на убийство организованной группой, незаконное хранение оружия и боеприпасов. Прокопьев приговорен к пожизненному заключению. В колонии особого режима и к штрафу в один миллион рублей. Я поясню, Елена Евгеньевича принимала участие в этом процессе в качестве представителя Анатолии Осиповой, вдовы, убитого летом 2003 года, Анатолия Евгеньевича Горбушина. Сегодня мы можем поподробнее поговорить об этом, потому что решение уже состоялось. Насколько я понимаю, это максимально возможное наказание в Российской Федерации в настоящем мире. Ну да, безусловно. Смертная казнь у нас... Не отменена, но моратория сидит. Да, мораторий Европейской конвенции у нас... По правам человека, да, декларируют право каждого субъекта на жизнь. И подобного рода Римская конвенция является основанием для постепенной, поэтапной отмены смертной казни во всех государствах, которые являются членами Совета Европы. В Российской Федерации до юра смертная казнь не применяется. По-моему, только в Беларуси она существует, среди всех государств европейского континента. Ну это история еще с 90-х годов, когда мы вступали в Совет Европы и так далее, да, перед нами ставилось. Так, давайте об этом деле поговорим. Раскрыть можно подробности. Вы высказывались, да, тоже накануне по этому поводу, и говорили, и писали о том, что считается пожизненный срок справедливым. Да, безусловно. Это так? Вот смотрите, ведь в любом случае убийство, убийство, рознь. Если уж даже оценивать меру наказания за подобного рода тягчайшее преступление, как умышленное лишение жизни другого человека, во внимание, всегда принимаются мотивы совершения подобного рода проступка, преступления. Одно дело, если в запальчивости кто-то кого-то ударил, случайно причинил тяжкие телесные последствия, либо даже убил. Безусловно, такого человека нужно наказать, но, естественно, что шансы на его исправление сохраняются. Когда речь идет об убийстве по найму, вообще опасным каким-то способом, в составе группы лиц, фактически в виде преступного промысла, как было в деле банды Прокоповских, говорить о том, что организатор может рассчитывать на какое-то снисхождение, на мой взгляд, слишком самонадеянно и самоуверенно. Я считал, что единственной мерой наказания за подобного рода деяния, безусловно, является пожизненное лишение свободы. Мне многие возражали, говоря о том, что большинство деяний, за которые Михаил Юрьевич Прокопьев осужден ныне, относятся к 90-м годам, либо к началу 2000-х. Сейчас, вроде, 2016-го получается. Много лет прошло, где-то сроки давности, после 2004-го года Михаил Юрьевич вроде бы даже по приговорам того суда, который мы сегодня обсуждаем, уже не занимался преступной деятельностью, активно удлаготворительствовал. Но, тем не менее, на мой взгляд, то количество трупов, которое, простите, на его совести... А сколько судом было доказано эпизодов? С десяток, по-моему? Ну, чуть меньше. Ну, вот смотрите, доказанных убитых пять. 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 Пока. Что-то мне подсказывает, что подобного рода дело для Михаила Юрьевича не будет являться последним. А каким образом еще? Разбирательство может возникнуть? Ну, вот смотрите, ведь в настоящий момент следствие рассматривало только те эпизоды, которые нашли свое отражение в приговоре, и те эпизоды, которые являлись для следствия в этом деле ключевыми. Никто не говорит о том, что ОПС Прокоповские имеют на своей совести исключительно пять трупов и семь покушений. Мои источники мне говорят о том, что это не последнее дело Михаила Юрьевича Прокопьева, и я думаю, что в 2017 году мы об этом узнаем. То есть как это может быть организовано? Прокуратура? Нет, сегодня, подождите. Каким образом? Уголовные дела возбуждаются органами следствия, ведется производство, и то, что человек осужден, например, за участие в ОПС, или за создание банды, за участие в покушениях и в убийствах определенных граждан, не означает, что ему не могут отдельно вменить и предъявить обвинения по другим эпизодам, которые данным судом не рассматривались, не исследовались. Данный приговор в силу еще не вступил? Нет, конечно. Я более чем уверен, что он, безусловно, будет обжалован. Грош цена была бы адвокатом, которые не попытались бы как-то смягчить, учить своего клиента. Он вступит в законную силу тогда, когда будет рассмотрена апелляция защиты, которая, насколько я понимаю, пока... Апелляция есть уже? Нет, рано еще. Значит, которая в настоящий момент даже и не подана. Я читал в средствах массовой информации, что адвокаты декларируют свое несогласие с излишне суровым, по их мнению, приговором и собираются его обжаловать. Это их право, более того, это их обязанность. Соответственно, приговор вступит в законную силу, ну, я думаю, где-нибудь в феврале месяце. До этого момента СИЗО будет находиться уже. Безусловно, безусловно. Если дальше будет следствие, да, и будут новые уголовные дела, как ты сказали, возбуждаться, а этот приговор уже вступит в законную силу, человека будут возить? Смотрите, значит, после вступления приговора в законную силу, Михаил Юрьевич будет этапирован в одну из пяти колоний на территории Российской Федерации. Особого режима? Особого режима, предназначенных для отбывания наказания, назначенного гражданам, осужденным к лишению свободы пожизненного. Это Харп, республика Коми, самая северная колония. Солилецк в Оренбурге, черный бельфин. Так вот такие названия? Так, ну это сленговое название в любом случае. Черный дельфин называется так, потому что там перед административным корпусом колонии установлена фигурка черного дельфина, маленький ей фонтанчик. Значит, Вологодский пятак, достаточно старая колония, одна из первых, где начали отбывать наказания осужденные по жизненному лишению свободы, это просто по номеру колонии, это ИК-5 в Сен-России. Соответственно, если будет возбуждено какое-то дело и следствию потребуется личное участие осужденного в производстве такого следствия, следственных действий, либо суда, то его просто этапируют и будут содержать в этом же СИЗО-1 города Кирова, где он находится и в настоящем. Нам пора сделать небольшую паузу, мы продолжим нашу беседу спустя минуту. Продолжается особое мнение, особое мнение своего сказать, напомню, юрист Янович Батарев, мы начали с темы вынесения приговора Михаилу Прокопьеву, и еще немножко хочется продолжить, а штраф в 1 миллион рублей, как осужденный, будет выплачивать? В настоящий момент у Михаила Юрьевича Прокопьева арестовано ряд объектов недвижимости, Собственником которых он является, арестованы денежные средства, находящиеся на счетах в двух, по-моему, учреждениях банков, по вступлению приговора в законную силу через Федеральную службу судебных приставов на подобного рода имущество будет обращено взыскание, и именно из этих денег будет уплачиваться тот штраф, который был назначен судом в качестве дополнительной меры наказания, а также компенсироваться убытки и моральный вред, причиненный потерпевшим. Как вел себя Прокопьев в ходе судебного процесса? Вы видели? Ну, во-первых, не все. Ну, я понимаю, конечно, не на всем протяжении процесса присутствовали, безусловно. Весьма спокоен был Михаил Юрьевич. В СМИ просто появлялась информация о том, что он время от времени довольно эмоционально высказывался. Ну, это свойственно любому человеку, вне зависимости от того, является ли он добропорядочным гражданином, либо преступником. То, что видел я, он был весьма спокоен. Плюс его позиции и позиции его защиты, на мой взгляд, во время всего процесса была, ну, наверное, для него единственное верное, он пытался принизить собственную роль в организации ОПС, указывал на истечение срока давности по ряду эпизодов, как он считал, ссылался на положительные свои характеристики, имеющиеся у него, на активное участие в благотворительной деятельности, строительству храмов, также ссылался на заболевания, которые у него имеются, но не препятствуют отбыванию наказания в виде лишения свободы. Вот, ну, то есть, просто пытался получить поменьше. С учетом того, что большинство членов ОПС Прокоповски заключили досудебное соглашение, и дела по ним рассматривались в особом порядке, Михаилу Юрьевичу было, ну, на мой взгляд, просто невозможно строить свою позицию защиты, основанную на отрицании тех фактов, которые излагали эти участники. Ну, как заявила накануне прокуратура, представитель прокуратуры, данный приговор пожизненный и особый режим, такого в нашем регионе порядка полутора десятков лет не было. Слава Богу. Да. Ладно, давайте пойдем дальше. Конец года, и, знаете, отоглядываясь назад, дел, о которых хочется поговорить, не то чтобы хочется, о которых, безусловно, надо поговорить сегодня, в этом особом мнении, год запомнился громкими коррупционными скандалами, безусловно, в нашем регионе. Я некоторые упомяну, ну, во-первых, это Павел Ануфриев, который долго руководил департаментом предпринимательства и торговли, затем был заместителем министра соответствующего, Александр Ананьев, экс-директор многофункционального центра, оба они сейчас находятся под домашним арестом. Какой исход у этих дел будет, на мой взгляд? Вы следите? Ну, я могу сказать, наверное, сейчас только одно, о том, что у этих дел исход какой-то будет обязательный. Либо уголовное дело будет прекращено, либо дойдет до суда, и суд постановит приговор. Очень неблагодарная вещь комментировать уголовные дела на этапе следствия. Какие-то более-менее аргументированные комментарии, оценки, предположения лучше все-таки высказывать, либо полностью, будучи полностью знакомым с материалами дела, либо уже тогда, когда дело передано в суд, и заинтересованные лица могут поприсутствовать на данном процессе и услышать хотя бы обвинительное заключение в полном объеме. К сожалению, информация пока по вот этим двум гражданам, про которых вы говорите, она достаточно отрывочная. То обстоятельство, что они находятся под домашним арестом, не помещены в СИЗО, в отличие от того же Никиты Юрьевича Белых, может, на мой взгляд, позволить предположить, что не так уж тяжкие те деяния, за совершение которых, или в связи с совершениями которых, и ведутся те уголовные дела, которые расследуются в настоящий момент. Я напомню, да, Ануфрио в этом вменяется. Присвоение бюджетных средств миллион с лишним рублей, и на него более 100 тысяч рублей. Я слышал много версий, но, к сожалению, все это на уровне слухов, сплетен, начиная от того, что эти деньги предназначались для участия в выборах, для проведения выборов, кончая действительно и личной какой-то заинтересованностью, поэтому не люблю сплетень комментировать. Дождемся, как минимум, окончания слухов. Хорошо. Ну и я назову, наверное, это главным потрясением года, да, для области. Арест Никиты Белых, да, можно, можно, согласно с этим, да, главное потрясение региона. Арест Никиты Белых буквально на прошлой неделе, срок содержания под арестом в Лефортово Никите Юрьевичу был продлен до конца марта. Я помню, когда случилось это, вы тоже комментировали и заявляли о том, что, ну, мера пресечения можно было бы и другую. Ну, на мой взгляд... Вы до сих пор в этом уверены? Вы знаете, да. Во всяком случае, электронное правосудие, система электронного правосудия, которая сейчас внедряется в Российской Федерации, позволяет любому заинтересованному гражданину найти концы любого дела, в том числе уголовного, если что-то рассматриваться в судах. Обрывочно какие-то документы я читал, видел, изучал, да. На мой взгляд, очень сомнительное решение московских судов о помещении Никиты Юрьевича Белых именно в условии стражейшей изоляции под арест. На мой взгляд, такая мера пресечения, как домашний арест, была вполне возможна. Всё-таки человек обвиняется не в убийстве, не в терроризме, а аргументация стороны обвинения о том, что Белых может как-то повлиять на следствие, не выдерживает, мы взгляд, никакой критики. Да и по ходу следствия этого ничего не знаем, не слышим, да? Ну, пока да, безусловно. Как что там? Ну, просто я-то пытаюсь сказать о чём, что сказать. У любого человека есть язык, он может пообщаться с любым свидетелем. У любого человека есть ноги, он может убежать. Есть руки, он может кого-то побить. Но также, это же объективное мнение, так любого можно фактически за решётку отправить. Хотелось бы всё-таки более чистую работу следствия в данном громком деле, это всё-таки, извините, не простой чиновник, это глава целого региона и во всей истории современной Вятской губернии Кировской области это первый, дай бог, единственный губернатор, арестованный в то время, когда он фактически исполнял властные полномочия. И был избран на выборы губернаторские в 2014 году. Есть, кстати, предположение, что к тому времени, к концу марта, следствие может быть уже и завершено. Может быть. И дело перезано в суд. Не исключается такого. Не исключаю такого. На мой взгляд... На этом мы знаем, что люди и годами находятся в СССР. Ну, сейчас всё-таки, исходя из рекомендаций того же Совета Европы, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса, нет у наших правоохранителей возможности годами держать человека в следственном изоляторе. У нас существуют предельные сроки содержания подстражей, которые, правда, тоже достаточно велики, но по истчению которых человек должен быть отпущен, как минимум, под домашний арест тоже. Правда, это полтора года, до них ещё долго, но тем не менее. Преступление, которое вменяется Никите Юрьевичу Белых, на мой взгляд, не относится к категории тяжело раскрываемых. Широко освещалось, что его чуть ли не с поличным взяли. Фотографии следственного комитета прикладывали. Анонсировалось наличие оперативных материалов, говорилось о сотрудничестве многих фигурантов данного дела со следствием, поэтому странно, что оно так долго тянется. Посмотрим. Может быть, это какой-то элемент давления на Никиту Юрьевича, да, может быть, действительно есть какие-то сложности в расследовании, о которых общественность просто не догадывается. Дождёмся. Мы видим эти сообщения в СМИ о том, что у него проблемы со здоровьем, здоровье ухудшается. Я так понимаю, это всё-таки позиция защиты, да, она делает на это акцент, надеясь на то, что решение какое-то будет другое. Вообще, насколько это существенно состояние здоровья, находящегося в заточении? Безусловно. Существует, утверждён в Российской Федерации перечень заболеваний, наличие которых исключает вообще содержание человека в условиях лишения свободы, строго изоляции. Те заболевания, на которые ссылается защита Никиты Юрьевича, в этот перечень не подпадают. Диабет мы имеем в виду, да, в том числе? Ну, диабет первой формы, второй формы, он действительно является тяжёлым заболеванием, однако современная медицина даже в условиях следственного изолятора может обеспечить поддержание здоровья подследственно на должном уровне либо приёмом медикаментозных каких-то препаратов, либо уколами инсулина, например. В общем, в данном случае это такой невесомый аргумент, да? Это невесомый аргумент, это всё-таки, на мой взгляд, большей частью аргумент, адресованный как раз не столько разуму судей, рассматривающих заявления защиты следствия, которые рассматривают халатайские защиты, а обращение к эмоциям. Ну, пройбушный вариант. У нас реклама традиционная для середины часа, это особое мнение, особое мнение юриста Яны Чемтарёва, мы продолжим через пару минут. Особым мнением сегодня с нами делятся юристы Яны Чемтарёв, мы продолжаем, продолжаем говорить про коррупцию. Давайте заглянем на федеральный уровень, Ян Евгеньевич. Год в год в какой-то ужасный к этому отношению, я имею в виду экс-главу Минкомразвития Алексея Улюкаева с вменяемыми ему двумя миллионами долларов взятки, господин Захарченко, которого мы нашли в квартире 9 миллиардов рублей, бюджет города такого большого, хорошего. Вот что будет с этими делами, на Ваш взгляд? Вообще, как это оценивают? Власть тем самым еще раз дискредитирует себя перед народом или как-то нет? Вот смотрите, мы даже таких высоких людей сдаем, раз они виноваты. Ну, если не иронизировать, да? На мой взгляд, власть давно дискредитировала себя в глазах народа и как раз вот такими точечными операциями по ликвидации одиозных личностей, попавшихся на неблаговидных поступках, пытаются немножко восстановить свою репутацию. Хотя, на мой взгляд, все-таки это вторично. Что касается Улюкаева и Захарченко, опять же, не будучи знакомым с существом дела, могу оперировать в настоящий момент исключительно тем, как подобного рода истории подаются в средствах массовой информации. Вижу, что усматривается некоторый политический заказ, ровно такой же, как и в деле Белых, когда человека не успели фактически арестовать, составить необходимые профессиональные документы, как тут же появились видеокамеры, репортеры, заявления господина Маркина, сотоварища его ведомства. То же самое вижу и в делах и Захарченко, и Улюкаева. Значит, подобного рода оперативная реакция на подобное родное действие кому-то объективное, интересное и выгодное. Почему я и делаю вывод тот, что какой-то интерес у власть придержащих прослеживается. Безусловно, если все, что сейчас говорят об этих делах, о том, что это взятки, о том, что это целый у Захарченко какой-то общак, преступные группировки, следственно-полицейско-прокурорские и прочее, ну, безусловно, это омерзительно. Безусловно, с этим нужно бороться. Как обычный гражданин, точно так же я буду только, наверное, радоваться, если правосудие восторжествует. И точно так же у меня будут вопросы, может быть, даже те, которые я вслух не скажу, если это дело до суда не дойдет и будет прекращено либо в связи с изменением обстоятельств, либо с отсутствием состава, событий, либо даже в связи со смертью подозреваемого, обвиняемого, что, к сожалению, в наших СИЗО по России тоже встречается. – Илья Нагеевич, у меня созрел неожиданный вопрос. – Давайте. – А на Ваш взгляд, насколько коррумпирована система вообще? – Судя по Вашему опыту, по тому, что мы знаем, читаем. – Коррупция бывает разных уровней. Моя позиция сводится к тому, что только на низовом уровне коррупции в ходу упаковки денежных знаков, пакеты с евро, с долларами и так далее настоящая коррупция не оперирует наличными денежными средствами, либо даже безналичными денежными средствами. Настоящая коррупция – это заключение контрактов, договоров, распределение постов, то есть получение возможностей. Это очень тяжело доказуемо, во-первых. А во-вторых, если задаться целью искоренить подобного рода коррупцию, фактически это означает, что речь идет о переустройстве всей государственной машины. А это нас с вами, Владимир, просто сейчас закроют, чертовой матери, и все. – Я понимаю, о чем вы говорите. В общем, страшно. Хочется еще затронуть тему, которая гремит буквально в последние дни, я имею в виду произошедшее в Иркутске, это массовое отравление спиртосодержащей, спиртосодержащей жидкостью. Написано было, не употреблять внутренне, но вот люди приняли, а там метанол, яд, соответственно, почти 100 человек уже погибло. У нас на нашем местном уровне, кстати, вот Госпотребнадзор на днях, да, у нас запретил, вернее, ограничил продажу на месяц этих спиртосодержащих жидкостей, и были еще общественников, у общественников призывы к временно исполняющему обязанности губернатора, господину Васильеву, своим волевым решением запретить эту продажу. У него есть вообще такие полномочия? – Ну, нет. – У главы региона? – Нет. – Запрещают? – Нет. – У господина Васильева нет подобного рода полномочий, даже если он очень сильно захочет что-то запретить, он вряд ли сможет это сделать, не нарушив федеральное законодательство. Потерять сразу двух губернаторов, пусть даже одного пока с приставкой его, в течение года, на мой взгляд, это перебор некоторый. На самом деле история российского боярышника… – Так, так, так. Были повнимательнее. – Да, она уходит корнями в начало 90-х годов, и на подобного рода продукте делались огромные деньги, огромные состояния. Господин Брынцалов компанией Феррейн в своё время ухитрился с помощью своих связей получить даже ГОСТ, государственный стандарт, позволяющий… – Вы имеете в виду жидкость боярышника? – Да, позволяющий разливать настойку боярышника не вот в аптечные пузырёчки маленькие, а в пол-литровые ёмкости. Ну, наверное, для удобства реализации конечного потребителя. И, естественно, получил огромные конкурентные преимущества. Со времён СССР ещё употреблялись медицинские, правда, препараты, содержащие этанол, экстракт боярышника, красавки и так далее, как бы дешёвые заменители алкоголя. Безусловно, в этой части необходимо регулировать данного рода рынок. Безусловно, нельзя допускать автоматы… – Да, вот сейчас уже в вашем мнении приходим. – Да, автоматы различные для продажи подобного рода спиртсодержащих веществ. Я не призываю всё запретить. Можно ведь делать и регулировать подобного рода рынок с точки зрения экономики. увеличить акцизы на подобного рода препараты. Если это лекарство, а боярышник всё-таки это сердечный гликозит, оно часто бывает востребовано, нужно кому-то, человек сможет это купить, заплатив немножко подороже. Просто главное вывести эту настойку из сегмента рынка дешёвого алкоголя, где она сейчас находится. Что касается лосьонов, ну, наверное, имеет смысл подумать о регулировании этого рынка точно так же. Здесь, к сожалению, мы всё равно столкнёмся с тем, что производство самопальных продуктов, содержащих метанол, формальдегид и прочие сильно действующие вещества, оно всё равно возможно. Хотя, уверяю вас, здесь наверняка следствие уже занимается, откуда метанол, который является ядом на самом деле, попал в подобного рода настойку, пусть даже и не предназначенную для приёма внутрь. Кстати, свободный оборот метанола у нас запрещен? Он входит в список сильнодействующих ядовитых веществ и приобрести его просто так просто невозможно. Ровно как азотную кислоту, серную кислоту и прочее, прочее, многие химические реагенты. Тут же в гости Федеральная служба безопасности постучится. Значит, вот каким образом вроде бы на промышленном предприятии о стимул, по-моему, Санкт-Петербург, который производил подобного рода настойку, вдруг оказался метанол и как он попал в подобного рода гигиеническое средство, косметическое, а это всё-таки предназначалось для принятия ванн, соответственно, вольно-невольно где-то случайно мог хлебнуть пусть разведённый, но тем не менее яд. Это, конечно, вопрос. Это определённая недоработка и Роспотребнадзора, да, и в том числе и федерального законодателя, который до сих пор никак не урегулировал правила оборота подобного рода и ядовитых веществ, и косметической продукции. В интернете по этому поводу всё, что угодно можно прочитать, там просто масса информации, масса оценок комментариев, люди говорят, вот некоторые, если это существует, вот такое явление, да, раз это потребляет, значит, за этим кто-то стоит, значит, в этом кто-то заинтересован. Конечно. То есть, опять же, коррупция. Ну, тут как раз маловероятно вот какое-то проявление коррупции. Просто рынок контрафактного алкоголя, он есть везде и будет, наверное, везде и всегда. Просто с ним всё равно нужно бороться. Почему? Потому что очень велик соблазн у нечестных дельцов получить какую-то сверхприбыль. Как человек, который занимался всё время химией, я знаю, что, например, по запаху просто так отличить метиловый спирт от текилы весьма проблематично. Да. Я читал, что специалисты говорят. Нужно некоторые дополнительные манипуляции произвести с тем, чтобы понять, с чем ты имеешь дело. Скрепочку разогреть, окунуть и прочее. То есть, извините, могли ведь и добросовестно заблуждаясь просто подлить эту отраву в жидкость только потому, что не было нормального технолога, не было нормального учёта. Где-то сэкономили, заменили более дорогой продукт на более дешёвый. Да какая разница? Вот и в итоге имеем 65 трупов. Вроде бы... Нет, больше уже. Больше уже. За 70, между 70 и 80. Ну, опять же, люди же покупали, не все ещё выпили. Я думаю, что мы ещё и столкнёмся. Ну, находятся ещё в лечебных учреждениях десятки людей. Остаётся у нас буквально 3-4 минуты до завершения. Чуть мы всё о грустном, как говорим. Ну, к сожалению. Ну, так или иначе, вот я ещё хочу про вашу оценку услышать про нашу доблестную прокуратуру. Она, правда, по-моему, доблестная. На мой взгляд, хорошо работает. Вот это применительно к чему? Ну, участвует в каких-то резонансах общественных делах. Она по закону обязана участвовать в резонансах. Говорят своё слово. Да, и зачастую вот она как-то на стороне униженных и оскорблённых присутствует. Ну, вы знаете, это импонирует. Сейчас я скажу. Значит, очень часто мне приходится, безусловно, ругать и органы полиции, и следствия, и прокуратуру, и даже судей. Но в то же время, безусловно, среди и судейского корпуса, и среди прокуратуры, и среди из Следственного комитета есть, абсолютно честнейшие, кристально честные люди, на самом деле, честим и хвалом, что они ещё есть, их становится всё больше и больше. Слава Богу. Вопрос, беда-то как раз не в людях, беда в системе. В системе, да. Почему я про прокуратуру заговорил в конце, 2016-го, так сказать, наша областная прокуратура, новое направление работы она осваивает, если можно так выразиться. Это конфискация имущества у чиновников, которые не смогли доказать, откуда у них это имущество. Ну, вот два эпизода, да, у нас уже в СМИ информация появилась. Это Порше. По машине и по коттеджу. Да, у бывшего сотрудника Роспотребнадзора, ну и дом и земельный участок, за 6 миллионов у бывшего инспектора Федеральной налоговой службы. Ну, Как такое явление оцениваете? На мой взгляд, справедливо? Давайте так, значит, здесь в оценке этого явления надо исключить возможные оценки действий прокуратуры. Я считаю подобного рода закон абсолютно глупым, абсолютно глупым, абсолютно драконовским и идиотским. Потому что я его читал... 4 года он работает уже вроде как, действует. Ну, тем не менее, он дурацкий закон. Почему? Объясняю. Если за последние 3 года чиновник не сумел обосновать, что он накопил деньги на Парше Каен, прокуратура в силу закона обязана инициировать иск Парше Каен отнять. Великолепно. Кто мешает этому чиновнику заработать эти деньги, например, не за последние 4 года, а за последние 12 лет? Либо он эти деньги получил, или заработал, либо выиграл в Орлянку еще тогда, когда не был государственным чиновником. А вот этот закон, к сожалению, и к моему удивлению, как раз четко указывает о том, что если любой чиновник за 3 года предшествовавший дорогостоящему этой покупки не сумеет показать, что именно за вот эти, за последние 3 года, он накопил денег на ее совершение, прокуратура обязана выходить в суд, изымать, отнимать, на мой взгляд, это перебор и чересчур. Надо хотя бы какую-то возможность оставить, что ли, гражданам, обосновать легальность происхождения тех денежных средств, за счет которых и производится приобретение любого имущества. Ну, давайте контролируем. Они ставят сразу крест, что ты какой-то... Давайте контролируем, безусловно. Но кто мешает человеку, извините, просто накопить хотя бы? И почему именно за последние 3 года? Несколько секунд. Вот это арестованное, вернее, конфискованное имущество, оно что, дальше на аукцион? Реализовывается, да. Реализовывается в пользу государства. Да, да. А вырученные деньги обращаются в государственный бюджет. Ну, вот, уважаемые слушатели, можно будет Порше купить и земельный участок с домом в ближайшее время, поучаствовать в аукционе. Не получится. Не получится? Я думаю, нет. Завершается на этом программа особое мнение. Благодарю Яну Чеботарева, юрист, с наступающим, Ян Евгеньевич, до встречи уже в новом году. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Здоровья, в первую очередь. Желаю всем нам здоровья. Спасибо.